В далеком 1886 году Карл Бенц создал первый в мире бензиновый автомобиль. В наши дни автомобиль уже перестал быть предметом роскоши, но по-прежнему требует хорошего ухода. С этой задачей отлично справляются автомеханики. На базе Чебоксарского механико-технологического техникума стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства по обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Собрать карбюраторы из составных частей, устранить дефекты коробки передач и избавить шум подшипников. С подставленными задачами эти ребята справляются в рекордные сроки. Программа Олимпиады рассчитана на два дня. Помимо технических заданий, юные автомеханики получают возможность пообщаться с ведущими специалистами республики. Участвую уже не первый год, поэтому все здесь знакомо. Очень всегда рад здесь присутствовать. Я как представитель работодателя еще и провожу небольшую агитацию, чтобы приходили трудоустраиваться после окончания к нам. То есть здесь вот на этих Олимпиадах участвуют как бы уже лучшие из лучших. Поэтому мне как работодателю очень интересно с ними пообщаться. Лучшими из лучших стали 15 конкурсантов. Трое из них студенты Чебоксарского механико-технологического техникума. В семье у меня это папа, дедушка, все связаны с автомобильной промышленностью. Я как бы продолжение рода. В этом механике это перспективная работа, перспективное будущее. По контенте техника я уверен, что найду перспективную работу, которая будет мне по душе. Я буду с легкостью работать, зарабатывать деньги. Ну и надеюсь на карьерный рост. Такая уверенность не беспочвена. В прошлом году руководство СУЗа закупило новое учебное оборудование. С его появлением обучение стало более наглядным и продуктивным. Сегодня у работодателей практически все оснащено новыми современными оборудованиями. А когда если учебное заведение не имеет таких оборудований, то подготовить хороших специалистов невозможно. Каждый год мониторинг проводится. По итогам 2014-2015 года мы сегодня занимаем по трудоустройству восьмое место в России. Это республика, это первое место. Результаты Олимпиады объявят к концу недели. Победители пройдут во всероссийский этап соревнований. А там новые перспективы профессионального развития и трудоустройства. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.